МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Утренний эфир на телеканалах Беларусь-1 и Беларусь-24. Продолжает программа Зонаикс. Я Александр Смирнов. Здравствуйте. Вломились в коттедж, владельца связали и похитили 50 тысяч рублей. Следственный комитет рассказал подробности заказного разбойного нападения в Минском районе. Все случилось в августе 2019-го. И, как ни странно, начиналась эта история с любви. За полтора года до преступления обеспеченный мужчина знакомится с родственной душой. Ухаживание, подарки и далеко идущие планы, которые рассыпались после ссоры. Пора рассталась, но женщина успела одолжить у избранника 10 тысяч евро не под честное слово, а под расписку. Деньги она вернула, но вот бумагу с подписью бывшей почему-то захотела ставить у себя. Мадемуазель испугалась, что документ экс-кавалер использует против нее и наняла двоих так называемых бандитов из 90-х, чтобы те выкрали расписку и прихватили что-нибудь для себя. Исполнителям организатор поведала и о наличных в сейфе, и о камерах видеонаблюдения. Поэтому к налету пришлось хорошо подготовиться. Помимо покупки масок и перчаток, напарники заранее съездили к дому жертвы и спланировали пути отхода. Поздно вечером 27 августа 2019 года обвиняемые проникли в дом потерпевшему, избили и связали его, забрали расписку, о которой говорил организатор, и прихватили все деньги, хранящиеся в сейфе. А это больше 50 тысяч рублей. Кроме этого преступники забрали жесткий диск, на котором хранились записи камер видеонаблюдения, а также утопили в бассейне мобильный телефон потерпевшего, чтобы тот не вызвал милицию. По дороге фигуранты избавились от улик, часть из которых выбросили в водоем. В сентябре 2022 года сотрудники милиции задержали организатора и двух исполнителей совершенного особо тяжкого преступления. В ходе следственных действий фигуранты давали противоречивые показания, пытаясь себя обелись и представить защитниками слабой и обиженной женщины. Я думал, что если я заберу одну расписку, то это будет явное подозрение. После того, как уехали из Древесенково, двигались по этой трассе, мы сюда заехали, остановились вот здесь, в область, в озеро, не переоделись, взял блок видеорекистратора, подошел в озеро, ну и кинул его в озеро. В ходе следствия жесткий диск из водоема изъят, как и вещи с биологическими следами одного из налетчиков. Кроме того, хозяин дома узнал голос бандита. Фигурантам в зависимости от их роли предъявлены обвинения. Женщине за организацию, а мужчинам за совершение группового разбоя. Продолжит выпуск обзор криминальных и чрезвычайных происшествий. Его подготовил Юрий Шевчук. Помолодечно отчим, пытался задушить своего пасынка. Как рассказали в милиции, 45-летний мужчина подозревается в угрозе убийством. Во время очередного скандала он схватил своего 18-летнего пасынка за шею и стал душить его. При этом агрессор угрожал парню убийством. Потерпевшему удалось вырваться и сбежать. Он попросил у прохожего телефон и обратился в милицию. Позже потерпевший рассказал милиционерам, что отчим часто избивал его. Юноша не обращался за помощью правоохранительные органы, так как боялся расправы и выселения из дома. Кроме того, по словам парня, его мать в конфликтах всегда вставала на сторону отчима. Спасатели ликвидировали пожар в административном здании на улице Красная в Минске. Как рассказали в МЧС, группа выехала по сообщению о сработавшей пожарной сигнализации. По предварительной информации, в складском помещении загорелось имущество. Возгорание было ликвидировано за считанные минуты. Работников и посетителей эвакуировали. Никто не пострадал. Брестские таможенники выявили сразу два факта незаконного перемещения из Белоруссии в Россию легковых авто и квадроциклов. В первом случае оперативниками был остановлен грузовой автомобиль «Фольксваген». Грузовик следовал из Бреста в Российскую Федерацию. На платформе перемещались «Мерседес-Бенц», «Фольксваген Гольф» и «Парше». Во втором случае был остановлен грузовой автомобиль «Мерседес». Водитель также следовал из Бреста на территорию России и перемещал три квадроцикла и легковой микроавтобус «Фольксваген Мультиван». Как было установлено, все перевозки были организованы без необходимых на это товаротранспортных документов. ДТП с участием электросамокатчика в столице. По предварительной информации водитель на Мазда вблизи здания номер 2 по улице Франциска Скорыны сбил девушку на электросамокате. Она пересекала проезжую часть по зебре и не заметила машину. Пострадавшая была доставлена в больницу для обследования. А в Гродно мотоциклист впечатался в легковушку. Как пишут в комментариях к видео, байкер допустил ошибку новичка. Он надеялся, что водитель попутной легковушки проскочит на мигающий желтый, но водитель предпочел остановиться. Что было дальше, можно увидеть на этой записи. Повезло, что скорости не были большими, а мотоциклист смог увильнуть лишь покасательный. Столкнулся с машиной. Это был проект «Зона Х». Не пропустите наш вечерний эфир на «Беларусь-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова